Всем привет! В данном уроке мы немножко поговорим о гаджетах для рабочего стола Windows 7. Гаджеты это программы, которые устанавливаются непосредственно на рабочий стол и показывают определенного рода информацию. То есть погоду, либо состояние вашего компьютера, либо еще какие-то другие часы, календарь, неважно. То есть, допустим, я хочу постоянно знать в каком состоянии, насколько загружен мой процессор, либо оперативная память. Я устанавливаю соответствующий гаджет и он постоянно на рабочем столе в виде небольшого мониторчика показывает мне состояние моего компьютера. Либо же я не хочу каждый раз заходить в интернет, чтобы посмотреть на погоду. Я просто смотрю на рабочий стол и у меня высвечивается какая сейчас погода или какая будет. То есть, что я имею ввиду? Давайте сейчас посмотрим, как на мой захламленный рабочий стол поставить какой-нибудь гаджет, как его удалить, как восстановить и вообще как устанавливаются гаджеты со сторонних сервисов. То есть, если у вас нет в коллекции гаджетов определенного нужного гаджета, вы можете скачать с интернета и поставить его себе на компьютер. Итак, для того, чтобы попасть в коллекцию гаджетов, кликаем правой кнопкой, выбираем гаджеты. Вот они все у нас есть, которые сейчас скачаны в операционной системе Windows 7. Либо же мы можем туда попасть в пуск всей программы коллекции гаджетов рабочего стола и установить какой-нибудь гаджет. Для этого правой кнопкой по гаджету мы выбираем и нажимаем «Добавить». Все, у нас появляется гаджет на рабочем столе. И непосредственно данный гаджет показывает мне состояние первого ядра, второго ядра процессора и оперативный памятник на груз. Для того, чтобы войти в настройки какого-нибудь гаджета, необходимо нажать на «Ключ» и «Параметр». Не знаю, какие параметры у этого гаджета. Ну, у этого, наверное, какой-то стиль. Давайте попробуем. А, он меняет цвет. Вот, если у вас, допустим, гаджет погоды будет, то вы можете выбирать тут город, а также другие прочие настройки. То есть, погоду в каком городе вы будете ставить и так далее. Для того, чтобы убрать гаджет с рабочего стола, достаточно просто нажать на «Крест». Если вы вообще хотите удалить гаджет из системы, то заходим в коллекцию гаджетов точно так же правой кнопкой по рабочему столу. Выбираете гаджет, который хотите удалить. Нажимаете на кнопочку «Удалить». Все, данный гаджет пропадает. Если вы случайно удалили не тот гаджет, то ничего страшного, вы можете его вернуть. Итак, как это сделать? Жмем «Пуск», «Панель управления». Здесь «Просмотр категории», «Панель управления». Здесь «Программы». Здесь, где гаджеты рабочего стола. Нажимаем на пункт «Восстановление гаджетов рабочего стола, установленных в Windows». Нажимаем на данный пункт и видим, что у нас восстановился гаджет, который я только что удалил. То есть, не все так плохо. Так, что я еще хотел сказать. Мы можем вообще отключить использование гаджетов рабочего стола. Если вы хотите, чтобы ваш компьютер был более защищен, то гаджеты такое себе уязвимое место. То есть, они связываются с интернетом, бывают, бывают, попадают в вирусы. То есть, лучше можно вообще их отключить. Не все это делают, но некоторые отключают. Как это сделать? Это делается через редактор групповых политик. В полной версии Windows 7. Нужно зайти в редактор групповых политик. Для этого в «Выполнить». Если у вас нет пункта, то нажимаем сочетание клавиш «WinR». И выбираем, тут пишем «gpedit.msc». Ждем, пока подгрузится редактор групповых политик. Здесь мы выбираем административные шаблоны. Компоненты Windows. Так, что там у меня дальше? Я писал. Немножко позабыл. Гаджеты рабочего стола. Да, я почти. Включить гаджеты рабочего стола. Кликаем два раза по параметру. И выбираем «включить». Считаем справку и видим, что этот параметр позволяет отключить гаджеты рабочего стола. То есть, если он включен, то гаджеты выключены. Нам это и нужно. Просто нажимаем «Ок». Все. Проверяем. Кликаем правой кнопкой мыши по столу. Заходим. Гаджеты. Видим, что у нас их нет больше. Если вы хотите опять включить, то снова включаем данный параметр. То есть, выключаем, не заданно ставим. Либо же отключить. Нажимаем «Применить». Нажимаем «Ок». Кликаем правой кнопкой мыши. Выбираем гаджеты. И у нас они опять появляются. Если у вас нет какого-то гаджета в коллекции, а вы хотите его сюда впихнуть, то необходимо его скачать с интернета. Это делается очень просто. На любой сайт заходите, качаете гаджет, который вам нужен. Расширение скаченного вами гаджета должно быть вот такое вот. Точка «Гаджет». Просто кликаете по нему два раза левой кнопкой мыши и устанавливаете. Все. Это, в принципе, все, что я хотел сказать по гаджетам. Также будьте осторожны. Не скачивайте все подряд гаджеты с сайтов, потому что там могут быть вирусы. Проверяйте их антивирусы, то им все проще. Если вообще не хотите и не пользоваться, то лучше вообще отключить. Все. Всем спасибо за внимание.